Всем добрый день, на связи Алексей Меркулов и в сегодняшнем мастер-классе я хотел бы продолжить свою любимую тему. Как вы знаете, сейчас я опубликовал курс «Быстрая работа в Автокад» и в рамках этого события хочу поделиться с вами концепцией из этого курса. То есть это одна из концепций по ускорению работы. Значит, мы с вами будем разговаривать о связи псевдонимов с контекстными функциями. Это очень удобная и мощная технология. Ну, во-первых, кто не знает, что такое псевдонимы, сразу немножко покажу. Как вы знаете, у нас есть лента, на ленте есть инструменты. То есть, если мы вызываем какой-то инструмент, мы можем в графическом пространстве строить круг. То же самое мы можем делать с помощью командной строки. То есть, в командную строку мы можем ввести команду «Круг», нажать «Enter» и будет то же самое. То есть, так же мы строим круг. Но не все знают, что у каждой команды есть краткое имя. Это краткое имя и называется псевдоним. То есть, для того, чтобы нарисовать тот же круг, мне достаточно написать букву «К» и нажать пробел. То есть, смотрите, «К» пробел, круг, отрезок «ОТ», «Enter», строим отрезки. То есть, это самый быстрый способ вызова команды. Но, опять же, при работе с псевдонимами это базовый уровень. Это только самое начало. Я вам сейчас хочу показать, как можно это увязывать для того, чтобы был реальный классный эффект. Рассмотрим на одном частном примере, но я думаю, что смысл вы уловите и сможете всегда применить. Предположим, у нас есть вот такой генплан, и нам необходимо поработать отдельно с размерами. То есть, вот с этими размерами. А здесь, как видите, много штриховок, много посторонних линий. И для того, чтобы поработать отдельно с размерами, мне необходимо их изолировать. Это можно делать через слои, но если размеры лежат на разных слоях, то это будет не совсем удобно. И нам нужно будет пользоваться контекстными функциями «Изолировать и скрыть». То есть, для начала выделю все радиальные размеры, выделяю один, нажимаю правой кнопкой мыши и в контекстных свойствах ищу «Выбрать подобные». Вот выделились все размеры радиальные. Теперь правой кнопкой мыши, опять же, ищу «Изолировать», открывается еще один список и выбираю «Изолировать объекты». Вот сейчас, как видите, я изолировал и могу с ними отдельно работать. Допустим, изменю цвет. Ну, это просто как пример. Теперь, для того, чтобы вернуть все назад, мне надо, опять же, правой кнопкой мыши «Изолировать», дождаться, пока откроется список и выбираем «Завершить изоляцию объектов». Так вот, я пользуюсь следующей концепцией. Так как мне часто приходится применять именно данные контекстные свойства, то есть правая кнопка мыши, либо выбрать подобные объекты, либо «Изолировать», «Скрыть» или «Завершить», достаточно долго и геморройно постоянно вот сюда залезать. Да, дожидаться, пока откроется список, вдруг тут съехал, еще не попал. В общем, я предлагаю следующий вариант. Назначить данным командам, контекстным, псевдонимы и псевдонимы назвать спаренными буквами. Это очень и очень удобно. Вот смотрите, как это делается. Так, во-первых, я сейчас выключу видовой куб, он нам здесь абсолютно не нужен. И приступим к созданию собственных псевдонимов. Псевдонимов очень много, но они, к сожалению, далеко не все. Итак, для того, чтобы добраться до псевдонимов, мы переходим с вами «Управление», «Редактирование псевдонимов». Жмем на соответствующий пункт, и у нас загружается вот такой вот обычный текстовый файл. В данном текстовом файле вы можете видеть, каким командам применены какие псевдонимы. То есть слева у нас, соответственно, псевдоним, а справа команда. Как видите, для того, чтобы сделать блок, создать блок, используется псевдоним буква «Б». И так далее. В общем, здесь вы можете увидеть все-все абсолютно псевдонимы. Для того, чтобы создавать свои псевдонимы, вам необходимо опуститься в самый низ. Вот здесь директория «Пользовательские псевдонимы команд». Мы становимся спокойненько вот сюда. И здесь уже будем создавать свои псевдонимы. И тут у нас возникает вторая дилемма. Как же нам узнать имя команды? Для этого делаем следующее. Во-первых, я сверну пока этот файл. И сейчас поочередно вызову те команды, которые мне нужны. Правой кнопкой мыши «Изолировать». Во-первых, «Изолировать объект». Вызвали. Там нажали «Enter». Опять правой кнопкой мыши «Скрыть». Выбираем. Нажимаем «Enter». Правой кнопкой мыши «Завершить изоляцию». Нажимаем «Enter». Ну и еще давайте для полной коллекции возьмем команду «Выбор подобных». Ну, для этого нам нужно выделить какой-то объект. Правой кнопкой мыши «Выбрать подобные». Так, все. Все три команды мы с вами использовали. Теперь для того, чтобы их увидеть, мы вызываем журнал командной строки. Это делается с помощью клавиши «F2». Нажимаем «F2». Как видите, у меня появляется журнал, в котором поочередно собраны все команды. Причем, чем выше здесь расположена команда, тем ранее я ее вызывал. То есть, первую мы самую вызывали «Изолировать объект», и вот здесь она располагается сверху. А последняя у нас «Выбор подобных», она располагается внизу. Что ж, теперь смотрите, что я делаю. Мы просто-напросто берем отсюда, выделяем данную команду, копируем и вставляем в файл с псевдонимами. Причем, сначала придумываем сам псевдоним. Для команды «Изолировать объект» мы сделаем две буквы «И». Как я и сказал, спаренные псевдонимы очень удобно. «ИИ». Далее ставим запятую. Потом несколько пробелов. Вот так вот отделяемся, да, приблизительно. Ставим звездочку. Звездочка у нас под восьмеркой, то есть «Shift-8», звездочка. И вставляем саму команду. «Ctrl-V» я нажимаю, да, и вот команда «Изолировать объект». Это, соответственно, «Изолировать объекты». Теперь «Скрыть объекты». Две буквы «С» сделаю. Ставлю запятую. Так, несколько пробелов. Звездочку. Перехожу в «Автокад». Так, «F2» нажимаю. «Скрыть объекты» — это «Hide Object». Выделяю, копирую. И вставляю сюда. Так, завершить изоляцию. Сделаю две буквы «З». Все. Назначил четыре псевдонима соответствующим командам. «Изолировать объекты 2i», «Скрыть объекты 2s», «Завершить изоляцию две буквы «З»» и выбрать подобные две буквы «В». Далее делаю следующее. «Файл». «Сохранить». «Закрыть». После этого мне необходимо перезапустить программу. Все, у меня «Автокад» перезапустился. И давайте теперь посмотрим на результаты того, что мы наделали. К примеру, теперь необходимо мне оставить вот эти кустарники. То есть сделать так, чтобы только кустарники были на экране, а все остальное исчезло. Во-первых, мы должны выделить все подобные кустарники. Раньше мы делали как? Выделяли правой кнопкой мыши. Искали выбрать подобные. Но теперь у нас есть псевдоним. Смотрите. Выделяю объект. Два раза букву «В». Пробел. Все выделились. Теперь два раза букву «И». Скрылись. Как видите, гораздо-гораздо удобнее. Вот смотрите. Изменяем. Ну, скажем, удаляем какие-то лишние. И теперь для того, чтобы завершить изоляцию, два раза букву «З». Пробел. И все возвращается на свои места. Как видите, очень и очень мощная и удобная технология. Если мне необходимо какие-то скрыть объекты, я выделяю. Нажимаю два раза букву «С». И скрываю. Когда их нужно вернуть? Два раза букву «З». Возвращаю. Что ж, вот таким образом работает одна из концепций курса «Быстрая работа в Автокад». Кому интересна данная концепция и кто хочет вообще развиваться в данном направлении, то есть оптимизировать свою работу, нажимайте на кнопочку ниже этого видео и смотрите детали курса. Буквально сегодня и завтра курс еще будет в доступе, а потом я снимаю его с продажи. И появится он только под Новый год, причем по полной стоимости. Да, когда я сделаю каталог всех курсов. Что ж, а на этом здесь все. Большое спасибо за внимание. С вами был Алексей Меркулов. До новых встреч.